Канал ДТВ представляет Валберис Итак, всем привет! С вами канал ДТВ И сегодня давайте мы рассмотрим Как создавать товар Валберис Если вы будете работать в качестве поставщика Партнера Со склада именно Валбериса То есть вы Отвозите товар в своем городе Заказ И соответственно Через интернет магазин Валберис Ваш товар продается И Валберис уже отправляет В тот город, где соответственно Товар отгружен По условиям договора Это вы можете прочитать Где-нибудь на условиях Давайте мы сейчас покажем Как именно создавать товар Итак, заходим во вкладку товар Есть вкладка спецификации Заходим вот сюда Нажимаем кнопку спецификации Вот, нажимаем Создать из шаблона Вот видите, вот наверху С левой стороны Нажимаем кнопочку Ну давайте технику, допустим Для дома, да, выберем К примеру Техника для дома Значит предмет Давайте мы его назовем Техника Посмотрим, есть ли тут Или давайте Что у нас тут есть Розетки Давайте розетки Как будто Создаем розетки Розетки Давайте выберем Какой-нибудь бренд Который здесь есть Розеток Ну давайте, к примеру Очень хороший бренд Эсо Система хранения Ну Мы сейчас его Поставим Как будто мы Розетки Продаем Артикул поставщика Ну давайте 0.25 У нас будет артикул Артикул цвета Учтите На каждый товар Если он у вас Разного цвета Идет разный артикул Ну Назовите там Не знаю Белый цвет Артикул 0.1 Там Серый цвет 0.2 Черный 0.3 К примеру Итак Размер наберки Ну давайте 20 на Сколько там На 30 Миллиметров Да Наименование Давайте напишем Розетка 220 Допустим Вводим наш Баркод Допустим Там не знаю 47 Там 2 0 Там 14 67 89 Сейчас Единственное Что Надо вспомнить Баркод Какое количество Цифр У нас Идет Итак Баркод Количество Цифр Ну Мы же Импровизируем С вами Смотрим Просто Любой товар Вот 13 Цифр Видите Я забыл уже 13 Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Учтите Ваш Баркод Должен быть Уникален То есть Скорее всего Ваш Баркод Который Джесси Ване Вы завели Он может Не подойти Такое Бывает Он не проходит Модерацию И Я например Беру Тот товар Который у меня Джесси Ване Заведен Я последние Две цифры Просто меняю Не знаю Как у вас В программном Потом обеспечении Или где-то Но Почему-то Валберс не воспринимает Те Баркоды Которые Находятся Джесси Ване Заведены Не знаю С чем это связано Значит Смотрите Пол Не указывайте Здесь Потому что Это может Тоже повлиять На Отрицательное Решение В модерации Данного Именно Товара Который Здесь указан Срок действия Сертификата Не надо Значит В первую очередь Мы Именно Заполняем То что у нас Розового цвета Допустим Розичная цена Давайте Не знаю Сколько у нас Там розетка 599 рублей Так Вправо Двигаемся С вами Цвет Цвет Лучше написать Сразу Что Ну давайте У нас Цвет Белый Да Мы с вами Белый Потому что Без света Он потом Дополнительно Снова Запросит Цвет Выбрать Окей Страна Производитель Давайте Напишем Россия То что Оранжевый цвет Это в первую очередь Напоминаю вам Описание Обязательно Давайте Посмотрим Розетка Какая Нибудь Описание У вас Своё Описание Будет Давайте Там Не знаю Розетка Техническое Выстройство Предназначено Для подключения К электросети Конечно Это я просто Вам говорю Конечно Должно в описании Быть у вас Полная габарита Для людей Чтобы они Видели Весь товар Как у вас Выглядит Так Вставили То есть Вот здесь Вы Соответственно Вот в этом месте Описание Полностью Максимально Пишите Описание Комплектация Ну давайте Напишем Там Розетка У нас Тут есть Сейчас проверим Розетка Две штуки Четыре Но у нас Мы продаем Одну розетку Окей Да И запомните Цену Сейчас Сколько мы Розетку Выставили 599 рублей Вот Чтобы вы Потом увидели Какая комиссия Пройдет Здесь Потому что Я вам объясню В договоре Прописано Что Они берут За доставку Там 20 рублей Либо 28 рублей Либо 33 рубля Я не знаю Зависит От чего Это берется Либо от объема Либо От чего От размера Кто знает Напишите В описании Внизу От чего Сумма Комиссии За доставку Именно Какая Из трех Да Градаций Подходит Где Где Какая Там 20 рублей 28 Либо 33 рубля 33 рубля Это максимально Плюс Они Берут Комиссия Значит По формуле Сумма Розничная Умножена На коэффициент Комиссии Я посмотрел Тоже Есть комиссии 15% Есть 12% Разные Вот Имейте Ввиду Если вы Работаете Без НДС Да Сумма Комиссии Они больше Берут Потому Что Они Сумма К оплате Да То есть Они Грубо говоря Продают Ваш товар Розница С НДС Да Вам Соответственно Высчитывают НДС И За минусом Это суммы Вы получаете Здесь Выгоднее Все-таки Работать Компаниям Которые Все-таки Работают С НДС То есть Сумма Которую Они удержат У себя Она будет Меньше Если вы Работаете С НДС Смотрите ТНВ Здесь Ввести Вручную Не получится Он выбирает Именно Этот ТНВ Который У вас Идет В начале Вот Под название Который Здесь Предмет Вот видите Цифра 1 То есть Если Какой-то Товар Вы здесь Выбираете Его Нет В списках Старайтесь Приближенный Товар Находить Который Именно В предмете Потому Что ТНВ Если Вы Введете Тот Товар Который Нет В списках Он Его Просто Не Найдет То есть Сами Вы Его Не Впишите Вот Сейчас Смотрите Нажимаем И он Автоматом Его Выбирает Давайте Здесь Используем В зданиях Выберем ТНВ Все Дальше Проверяем Есть ли У нас Что-то И что-то Вес Наверное Пока Не надо Сейчас Давайте Не будем Потому Что Тоже Был Случай Когда Я Указал Вес И он Мне написал Что Для Этого Типа Товара Вес Необязательно Видите Глубина Упаковки Здесь Обязательно Видите Оранжи Давайте Не знаю Сколько Там Пять Сантиметров Укажем Глубина Так Что У нас Здесь Ну Все Остальное Видите Не нужно Далее Смотрите Сюда Все Мы Это Вбили С вами Теперь Нажимаем Слово Отправить Видите Нажимаем Кнопку Отправить Мы Его Отправляем На Модерацию Вот видите Вы На ошибке На стадии Предварительной Проверки Давайте Поставим Ноль Что Там Тоже Нет У нас Размеры Набирки Никакого Отправляем Имейте Ввиду Если Такая Ошибка Ставьте Ноль Как Мы Проверяем Прошла Она Модерацию Или Нет Открыть Нажимаем Видите Вкладочка Открыть Сверху Нажимаем И у нас Видите Ошибка Спецификация Написана Открываем Внизу Создан Товар Это Тот Товар Который Я Уже Сознал Открываем Ошибка Минус Один Нажимаем ОК И наш Товар Вот это Сейчас В розетке Появится Значит Смотрите Что Здесь Какая Ошибка Где Будет Как Мы Ее Определим Видите Здесь Написано Красным Или Розовым Цветом Поле С ошибкой Вот мы Ищем Именно Такое Поле С ошибкой Розового Цвета Высота Упаковки В сантиметр Все таки Обязательно Надо Видите Ошибка 5 сантиметров Ширина Там Ну давайте 20 сантиметров Поставим То есть Этих параметров Я так понимаю Их не было До этого Все Отправляем Еще раз Отправить И мы Это делаем До тех пор С вами Пока У нас Не создастся Именно наш товар В правильном виде Как он должен Выглядеть Нажимаем Открыть И смотрите У нас товар Создан С вами Открываем Окей Проверяем Все он есть 599 розницы Все Все Очень прекрасно У нас Далее Мы С вами И так Далее Мы Проверяем Товар Наш Он должен Появиться Именно Заходим В загрузки Сейчас я вам Покажу Где И загрузка Фото Так Товар Вот он Розетка Передичная Видите Загрузка У нас Появилась Мы Нажимаем На него Здесь нам Нужно С вами Обязательно Вставить Фотографию Смотрите Фотографию Можно Вставить В принципе Любую Но она Должна Быть 3х4 У вас Это Фотография И я Все-таки Рекомендую Пользоваться Программой Paint Выставлять Размер Картинки 900х1200 То есть Это 100% Она Пройдет Давайте Мы розетку Какую С вами Возьмем Сейчас Давайте Вот эту Сохранить Изображение Как Сохраняем Нерабочем Столе И открываем С помощью Paint Объясню Почему Ну я вам Объяснил И здесь Вот смотрите Внизу 1000х1000 У нас Сейчас Они В основном Все фотографии 1000х1000 Нам надо 900х1200 То есть Мы вниз Растягиваем До 1200 Вот эта Цифра Вот Которая Здесь Была 1200 У нас Давать И еще Вот Смотри 1213 Нам Надо сделать Ровно 1200 Сейчас Оп И вот Здесь По ширине Мы ставим 900 Сами Так Сейчас Мне не попасть Прям 900 Вот так Все 900 Соответственно Выравниваем Нашу Картинку Так Выравниваем И Ладно Оставляем Там Сами Выравниваем Сейчас Или давайте Ладно Выравним Берете Вот так Мышкой Shift Зажимаете И Туда Протягиваете И Ничего Не получается Ладно Суть Не в этом Сохранили У нас 900х1200 Сохранено Сохранен Сейчас Рисунок Получается Так Заходим Наш Валберес Нажимаем Сюда И Вставляем Видите Вставилось У нас Нажимаем Предварительная Проверка С вами И Как вы видите Номенклатура Готов Сохранить Все Проверка Прошла Зеленым цветом У нас Загорелась Нажимаем Сохранить Итак У нас Она В работе Видите Статус В работе Вот Сохранена И Мы Ждем До тех Пор Пока Она У нас Не появится На сайте Во вкладке Сайт Все Это Здесь Быстро Происходит Сейчас Вот Все Она у нас Во вкладке На сайте Появилась И мы Видим Вот Розетка Давайте Посмотрим Как она На сайте У нас Выглядит Видите Розетка 220 У нас Появилось Описание Наши Размеры Которые Мы указали Розетка Электротехническая Устройка Подназначена Для подключения Критической Сети Различных Приболов Агрегатов Все Цена 599 Рублей Но Продажа Она Будет Тогда Когда Мы С вами Сделаем Заявку На Отгрузку Значит Как Это Делается Заходим С вами Поставки Нажимаем Заказы Сегодня У нас С вами Повезло Все Видите Как быстро Происходит Нажимаем Шаблон Заказа Вот Шаблон У нас Открылся Итак Допустим Значит Баркод Обязательно Мы берем Тот Который У нас С вами В программе Заходим В товар Опять Спецификацию Открыть Товар И Убираем По моему Верхний У нас С вами Товар Потому что Я сейчас Не помню Какому Баркод С вами Верю Вот У нас Баркод 599 Рублей Помните Цена Так Копировать Заходим В Excel Вставляем Баркод Итак Здесь Обязательно Проверяйте Формат Ячейки Числовой Должен Ставить И без Разделительных Вот этих Значков Десятичных Окей Ставим Давайте Не знать Там 30 штук Поставки Сохранить Как На рабочий Стол Давайте Мы это Сделаем Чтоб Нам Никуда Не потерялось Так Сохраняем Закрываем Это Все И Так Мы С вами Заходим Так Шаблон Видите Создали Да Количество Которое Мы хотим Поставлять Мы находимся В Санкт-Петербурге Соответственно Выбираем Санкт-Петербург Значит Нажимаем Обзор Заказом Который Мы будем Поставлять Вот он у нас Находится И Нажимаем Загрузить Заказ И вот Смотрите Так как Мы По Без НДС Работаем У нас Соответственно Видите Сумма К оплате Будет За единицу Товара 371 Рубль 38 Копеек Так Что-то Что-то Произошла Какая-то Ошибка Подождите Не туда Я нажал Видно Сейчас Еще раз Так Так Санкт-Петербург Загрузить Заказ Вот Монокорб Выбираем То есть У нас Можно Разный товар В этом В эксере Поставить И Соответственно Разные Розетки Там Не знаю Розетки Там Провода Кобеля Там Что угодно Можно Там Конечно У нас Будет Моно Плюс Микс Вот То Что У нас Снизу Ну Так как У нас Один Товар Соответственно Монокорб Выбираем Ставим Нажимаем Создать Заказ Заказ Успешно Создан Заходя Во все Заказы Вот у нас Все заказы Так И Вот у нас Получается С вами Розетки Да 30 штук Вот Сумма Оплаты Нам С 30 штук Сами Считайте Да Сколько Там Комиссий Чего И как Там Выходит Вот Видите Разрешен К поставке Стоит Вот у нас Здесь Далее Здесь Должно Появиться Экранчик С датами Когда Можно Все это Будет Отправить Наш Заказ И вы Выбираете Дату Нажимаете На нее И Осуществляете Поставку Соответственно На РЦ Там Куда Вы там Повезете Товар В вашем Городе Там Адреса Тоже Смотрите Заранее Где Куда Ехать На Коробке Обязательно Штрих Код Присутствовать Почитайте Правила Что Как Как Какие Там Написи Не должны Быть На товаре Соответственно Вот Также Здесь Можно Кратность Упаковок Загружать Вот Тут Рекомендации Вот Кратность Заводских Коробов Видите Также Все это Все указывайте Туда Вот Если Вам Понравилось Видео Ставьте Лайки Подписывайтесь На наш Канал Вот Дальше Мы Также С вами Будем Развиваться В этом Управлении И Соответственно Ту информацию Которую Я буду Получать Там Первую Поставку Мы Еще Тоже Поставки Не Делали Как Только Мы Это Осуществим Поставку Соответственно Я вам Сниму Видео Как Делать Поставку Куда Мы В Санкт-Петербурге Возим Товар И Чего И Как Все Подробно Будет Рассказано Также Смотрите Скоро Выйдет Видео Как Вообще Подробно Работать С Озоном Там Отработана Вообще Схема По полной Программе Вот Это Обязательно Тоже Смотрите На нашем Канале С вами Канал ДТВ Удачи Подписывайтесь На нас Пока Пока Друзья